Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга Дерюгина, и я курат выставки Я не робот. Эта выставка посвящена цифровизации памяти. Я не робот — это отсылка к алгоритму CAPTCHA, который является акронимом, который шифровывается как тест по определению человека или робот. Этот тест иногда называют обратным тестом Тюринга, поскольку изначально гипотеза Алана Тюринга заключалась в том, что представим, что у нас есть два респондента и человек, который задает вопросы. И если те ответы, которые мы получаем в итоге, мы не можем сказать по ним, чьи вопросы принадлежат человеку, а чьи компьютеру, то таким образом можно сказать, что машина нас обманула, и мы имеем дело с искусственным интеллектом. Конечно, это одна из таких самых первых базовых гипотез по машинному интеллекте, и впоследствии она была опровергнута, развита, были продолжатели этой гипотезы. И почему она нам важна и интересна? Поскольку именно эта гипотеза легла в основании алгоритма CAPTCHA. И в случае алгоритма CAPTCHA мы имеем дело с машиной, которая выступает в качестве судей в таком тесте. И именно машина определяет, кто перед нами оказывается человек или робот. И что интересно, что тест CAPTCHA становится таким алгоритмом, который призван для того, чтобы следить за безопасностью, сохранностью неких данных, которые находятся на той или иной странице, и позволяет нам попасть на той или иной странице, или защититься от атаки ботов, например. То есть получается, что мы априори доверяем человеку больше, чем машине. Хотя само определение органической жизни сейчас уже зависит от технологий. И здесь можно немножко отвлечься от нашей темы, вспомнить знаковый кейс Джихай Макмад, 13-летней афроамериканской девочки, которая в 2013 году попала в больницу. Ей сделали операцию, после которой были осложнения, и врачи сказали, что она мертва. И само определение смерти примерно 70-х годов XX века зависит, собственно, от технической медиации, потому что 70-х годов смертью не признается смерть мозга. До этого в качестве смерти мы говорили об остановке сердца, и кровообращение, и дыхательные функции организма. Сейчас, благодаря современному технологиям, мы можем искусственно поддерживать жизни организма, дыхательную функцию. И это становится важным ввиду пересадки органов и сохранение, собственно, функциональности некоторых органов человеческого организма. И в случае с Джихай Макмад, что интересно, что врачи не могли на самом деле предоставить убедительные доказательства того, что девочка действительно мертва, поскольку она демонстрировала элементарные двигательные функции, в нее двигались конечности. И, конечно, можно это охарактеризовать как эффект лазера. Однако были проведены также специальные анализы, были проведены тесты, которые показывали деятельность нейронов головного мозга. И этот кейс до сих пор остается таким нерешенным и демонстрируют нам хрупкость самого определения человеческой жизни и смерти. И если говорить о разнице между человеческим и нечеловеческим, кажется, что одним из самых интересных параметров, и самых показательных параметров, которые мы можем усудить, является память, поскольку для машины память является неким всеохватным феноменом. У машины нет феномена забывания, мы не можем говорить о вытеснении, об избирательной памяти и так далее. В то время как человеческая память по существу своему состоит именно в феномене забывания тех или иных вещей. и в механизме избирательности памяти. И именно с проблематикой того, что происходит, когда артефакты памяти помещаются в цифровую среду, лишаются своего первоначального контекста и связи с материальным носителем, мы пытаемся разобраться в этой выставке. В этой выставке, например, мы начинаем думать о том, что происходит, когда аналоговые артефакты проходят процесс цифровки. И одна из первых работ, которая исследует эту тему, от работы Александра Минченко. Здесь мы видим такую мозаику, которая является на самом деле гибридной мозаикой. И автор находит архив пленочных фотографий, авторства которых он не знает. Не знает, кто сделал эти снимки, когда и что на них изображено, поскольку большинство кадров размыты, и мы не можем четко определить предмет съемки. И Саша загружает один из снимков в Google, и, соответственно, мы получаем результат поиска по картинкам. Google нам выдает палитру картинок, которые визуально обладают схожими характеристиками с исходным изображением. Далее художник создает алгоритм, который создает нам такое гибридное изображение, в котором оригинал и копии совмещены, напоминая нам о таком хрупком соотношении аутентичного и того, что воспроизводится. Следующая работа, которая также связана с темой крупкости данных и перевода аналогового в цифровое, это работа Егора Цветкова. Егор Цветков также работает с найденными материалами. Он находит карты памяти, которые оказались не нужны больше владельцам, и они их либо отдали куда-то, либо решили продать. Как мы понимаем, что очень часто люди не думают о том, что их данные могут быть извлечены, и не форматируют, например, карты памяти. В итоге все, что находится на карте, может быть установлено. Что, собственно, художник и делает? Он собирает карты HDSD для фотоаппаратов, и из найденных карт восстанавливает данные. Мы получаем подборку снимков, части из которых восстановлены почти полностью, другие предстают перед нами в формате битых пикселей, и в этой комнате находится такая подборка снимков, которые удалось восстановить с найденных карт. А сейчас мы перейдем в главный зал, где находится большая часть работ. В этом зале есть две работы, которые непосредственно связаны с алгоритмом Кэпчем, который, в свою очередь, тоже протерпевал ряд изменений. И изначально, как мы понимаем, алгоритм Кэпчем представлял из себя изображение, на котором мы видели символы, складывавшиеся в химикое слово, и поле, в которое мы должны были ввести то слово, которое мы видели на картинке, и таким образом подтвердить свою человечность. Эта незаметно славатая операция является достаточно сложной для искусства машинного интеллекта, но является, естественно, очень простой для человека. И работа Сильвы Ларуса, которая находится на дальнем мониторе, она как раз отсылает нас к этому самому первому алгоритму, который был запущен впервые в 2003 году. И что мы видим? Художник предлагает нам заполнить поле со словом, которое мы видим на странице. После того, как мы заполняем данное поле, мы приводим на следующую страницу, и оказывается, что пользователи перед нами завершили ровно тот же жест, и в итоге мы получаем текст Алла Сьюринга, в котором как раз и содержится идея, которая позже отлегла у самого алгоритма Кэпча. И таким образом мы не должны видеть на этот текст, который оказывается значимый для этого алгоритма, но понимаем, сколько труда и времени затрачивается в ходе подобной механической работы, которая как бы призвана доказать нашу человечность. Другая работа, которая также связана с рефлекцией на тему теста Тюринга и алгоритма Кэпча, это работа Максима Мейсенса, и это интерактивная работа. Вы можете пройти этот тест и узнать, являетесь ли вы роботом или человеком. Однако этот тест не так прост, как на самом деле кажется, поскольку он доставит вас ответить на некоторые этически сложные и порой даже философские вопросы. Здесь используется алгоритм уже с картинками, и надо сказать, что когда этот обновленный алгоритм был введен в 2013 году, в нем использовались изображения из Google Street View или из проекта Google Дутенберг. И первое время, когда этот алгоритм был введен, пользователи не были в курсе того, что на самом деле они таким образом помогают оцифровать некоторые данные, распознать их. Поскольку на картах Google Street View, естественно, попадаются изображения дорожных знаков, названия улиц, которые зачастую для искусственного интеллекта очень сложно распознать. А для человека эта операция не является такой сложной. И то же самое касается оцифрованных книг. И таким образом мы задумываемся о том, на самом деле, что порой совершая некие действия в интернете, мы можем способствовать сознанию некоторого труда, который в нами не рефлексируется и, по сути, является зачастую просто бесплатным трудом. О таких сложностях и подводных камнях нахождения в виртуальном пространстве и рассказывает работа Ивана Петраковича. Вы здесь видите четыре полотна. Что это предлагает Иван? Он предлагает нам зайти на Яндекс.Маркет и создать профиль идеального гражданина, патриота, потому что Ивана забивает поиск слова «Родина», «Русь», «Патриотизм» и так далее. И то, что мы получаем, это реальные предметы, которые можно найти на Яндекс.Маркете. Порой они очень задоксальные названия. То есть это может быть «Комбинезион», «Победа» или «Русь» и так далее. Таким образом, художник призывает нас задуматься о тех следах своей виртуальной деятельности, которые мы постоянно оставляем, находясь на той или иной странице, например, онлайн-поиска. Следующая работа. Работа Даши Трофимовой. И здесь это снова рефлексия на тему фотографического медиума. Это снимки с Google Street View. Художница находит камеры, на которых есть либо тень, либо отражение камеры, которая, собственно, делает панорамные снимки. Мы можем вспомнить, что в XIX веке одной из ключевых фигур была фигура флайнера для Бадлира. Он говорил о том, что в новом слиале города появляется такой персонаж, который путешествует по улице Парижа, демонстрируя себя, заглядывая в витрины. То есть фланер, который очень тесно связан с операцией смотрения, плядывая с эскопическим режимом. И можно сказать, что таким фланером XXI века сейчас становится именно машина. И как мы видим на этих снимках, субъекты, люди, оказываются полностью лишены личности. Их лица замазаны, мы не знаем на самом деле кто эти люди, в то время как отражение машины превращается в единственным узнаваемым персонажем в данной серии. Следующая работа, работа Сары Кульдом, и это символ памяти нового времени. Сара предлагает сделать такую эмблему, которая была рассказывала нам о новом характере памяти, памяти в цифровом пространстве. И если говорить о том, например, о архиве и о музее как пространстве, в котором сохраняются шедевры, и некие предметы, которые были отобраны экспертами, мы говорим о стабильности подобной системы и об идее сохранения чего-то на века. В то время как в цифровом пространстве любое изображение, любой текст, любой объект, который туда помещается, он всегда подвержен изменениям, память становится гибкой. Это всегда про трансформации, про перезаписывание, про множество вариаций одного и того же объекта, которые существуют абсолютно в равном положении между собой. Следующая работа это инсталляция. Инсталляция Катерины Васильевой, которая стоит из телевизора и сорта розы лебединого изра. Эта работа посвящена событиям 91-го года вступила к Бучу. Как мы помним, в Советском Союзе, когда происходили какие-то важные, часто и трагические события, чаще всего смерть лидера, по телевидению транслировали лебединозе. И изначально это был приказ сверху. Однако в 91-м году работники Останкина не могли попасть на работу, они не знали, что делать, у них не было никакого приказа, и не было никакой информации о том, что происходит на Красной площади, и работники решили поставить трансляцию лебединого изра. И таким образом лебединого изра становится синглом августа в стул Пуча. Однако почему здесь изъявка сама видеозапись? Дело в том, что теоретики исследователей памяти, такие как, например, Норис Альблакс, Пьер Нора и другие пластики, говорят о том, что наша память зачастую очень связана с сенсорными восприятиями. Мы запоминаем конкретные запахи, звуки, некие детали обстановки, которые нас окружают. И такой опыт, он является глубоко личным, и его практически невозможно воспроизвести. В то же время с появлением новых медиа, с появлением цифровых медиа, мы понимаем, что наш опыт, наша память трансформируется. И вот этот пример трансляции говорит нам о том, что это некая гибриевная память, которая, с одной стороны, не относится к историческим гибрямам, поскольку она не является предметом идеологически выбранным, идеологически заказированным, в то же время он не может быть транслятором личного переживания человека. И куст розы, почему он здесь размещен, он отсылает нас сюжет самого балета, где есть присутствование живого и мертвого, черного и белого лебедя. И таким образом мы здесь получаем такую на самом деле баичность кукру. И в этом зале есть еще одна работа. Работа Дани Васильева Корпина за речью Ивана Беломбиларя. Она была сделана в 2010 году. То есть практически прошло уже 8 лет. Однако она остается, как ни странно, весьма актуальной. В связи с последними событиями, скандалами, связанными с Фуспортом, когда многие люди начали удаляться из социальной сети, узнав, что их данные могут быть использованы корпорации. И что предлагают авторы? Они предлагают нам удалиться из социальных сетей. Они создадут специальный сервис, за данные которые вы можете удалиться из MySpace, LinkedIn и Facebook. Однако в 2010 году, когда еще не было Инстаграма, когда не было Инстаграма, и, собственно, это были те самые программные социальные сети. И Facebook достаточно быстро реагировал, и создателем этого сервиса пришел официальное письмо от Facebook, в котором компания просила устранить длоксы, говорила о том, что это совершенно незаконное условие, и действительно блэшники были вынуждены убрать возможность самостраницы из Facebook. Сервис назывался Suicide Machine Web 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 Давайте перейдем в следующий зал. Сегодня на вести сфигура потому, что мы живем в двух антропоцентах. Что здесь значит? Антропоц означает человек, и мы говорим о эпохе, когда человеческое влияние на окружающую среду настолько велико, что мы не можем игнорировать и должны принять влияние человека на нашу планету. Мы понимаем, что у нас есть дообитие наше скулью, подземлям есть аутву, 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 и во всюду проходят какие-то рекомендации о линии кладов, благодаря которым у нас есть связь, у нас есть доступ к интернету. и можно задаться вопросом, существует ли такое место на нашей планете, которое является достаточно непривидимо доступным, и где нету этого исконечного наблюдения и технологического видения. И возможно это место не является днем водоема, днем реки, океана, или моря. и данная работа, это работа Людмила Корниченко, художница совершает следующий жест, она забрасывает экшн-камеру на одну реку и сеть, пытаясь выведать или не выведать тайны на реке. И то, что мы видим, это автоматическая съемка, то есть художница не может каким-то образом влиять на изображение, и Людмила сама делилась впечатлением, что мне было очень непривычно смотреть то, что получилось. Такое изображение очень сложно отнести как как привычным опытом. И в то же время здесь есть новые волоса, которые будут говорить нам о том, что все-таки река не является такой недосумной и на поверхности реки выведем отражение искусственного освещения индустриального города Ветеринбурга. В следующем зале, в который мы с вами не введем, там находится видео с Сашей Литринцевой. Это довольно химикное видео, которое нужно смотреть от начала до конца. Автор говорит нам о возможности или невозможности нет нарратива в современную эпоху. Мы видим путешествия персонажа по нескольким различным локациям, однако мы не можем понять либо это один искусственный пабильон, это восстановочное видео для некого рекламного видео, или туристические заметки по поводу человека, или это что-то еще. Автор не дает ответа на этот вопрос. Предлагаю повествование, в котором смешивается фантастический нарратив о неком атомическом парке, который был найден в группе путешественников, и документальные съемки географического положения и локации которых мы не можем точно поделить. И я предлагаю послушству про еще две работы которые находятся в дальнем зале. Субтитры И мы вновь возвращаемся к проблематике антропоцена, и мы понимаем, что одна из самых серьезных проблем, которые при нами сейчас стоит, это наличие огромного количества мусора и неперерабатываемых материалов. И эта работа связана именно с этой темой, потому что автор собирает объявления о ненужных вещах, о тех вещах, которые вы пойдете готовы отдать даром, он разговаривает с людьми, собирает истории об этих предметах, затем с помощью приложения делает 3D-портреты этих предметов и отпечатает копии этих объектов на 3D-принтере. И мы получаем фактически никому не нужные предметы, которые отныне обречены на почти бесконечное существование, поскольку мы понимаем, что пластик почти не услагается. И в то же время это такая ирония над музейным объектом, который в XIX веке и начале XX века понимается как нечто, обладающее высоким статусом, высокую пульту и незначимостью. И здесь мы видим абсолютно невостребленный объект, который могли бы отправиться на слово. Однако, закончим на более оптимистичной ноте, в последнем зале уходит видео работы Юлианы Голуб, и она посвящена коммуникации, которая становится возможным благодаря технологиям. Видео было создано Юлией вместе с ее бабушкой, которая достаточно плохо себя чувствует, она почти не может находиться дома, у нее валят колени. Единственным средством, с помощью которого она может передвигаться и путешествовать в какие-то другие пространства, становится видеокамера и софт, в данном случае это 3D-софт, в котором Юлия создает модель космической станции, на которой работает ее бабушка-смотрительница и наблюдает за таким фантастическим музеем, где собраны шедевры мирового искусства 19-20 века. И что также интересно в этой работе, здесь совмещается несколько времен и пространств. Мы видим как фантастические, созданные художницы, так и документальные съемки, которые нам показывают жизнь пожилого человека и рассказывают о ее одиночестве и проблемах со здоровьем. И вот этот совместный фильм, который делает Юлия вместе с бабушкой, становится действительно жестом, который их объединяет и позволяет им создать что-то прекрасное, возможно, для других поколений, и показать пример для других людей, как можно с помощью технологии придумать какое-то совместное хобби, то, что будет помогать пожилому человеку скрашивать свои одинокие. На этом, пожалуй, все. Советую вам подписаться на телеграм-канал Дайджест Антарпоцена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.